17 февраля стало известно, что президент Зеленский и его окружение готовят войну с олигархами. Отмечается, что под давление государства могут попасть многие крупные бизнесмены. Сообщается, что один из первых может пострадать олигарх Дмитрий Фирташ, экстрадиции которого добиваются в США. Так, источники сообщают, что уже 19 февраля на заседании СНБУ могут принять ряд решений, которые ударят по бизнесу Медведчука, расцветавшего в предыдущие годы. Также под ударом может оказаться газовый бизнес олигарха Фирташа. Его компании могут разделить путем принятия законов из-за тарифного кризиса. С 2014 года Фирташ находится в Австрии. Правоохранители США выдвинули ему обвинения в крупные взятки для получения доступа к месторождениям титана в Индии. В 2019 году Верховный суд Австрии разрешил его экстрадицию в США, но процесс затягивается из-за ходатайств адвокатов-олигарха. В Украине Фирташу принадлежит сеть облгазов, объединенных в группу «Региональная газовая компания». Антимонопольный комитет регулярно обвиняет РГК в злоупотреблении монопольным положением на рынке и выписывает многомиллионные штрафы, которые, впрочем, не без успеха, а спариваются в судах. В контексте отношений между президентом и олигархами чаще всего вспоминают имя Игоря Коломойского, которого в 2019 году нередко называли главным бенефициаром победы Зеленского на выборах, хотя сейчас отношения между Зеленским и Коломойским описываются как прохладные. Если Коломойский будет наглеть, то будет соответствующая реакция, если нет, то нет. Интересы других топ-игроков Рината Ахметова и Виктора Пинчука пока находятся в безопасности. Оба бизнесмена смогли выстроить вполне конструктивные отношения с властью, и у обоих есть свои небольшие группы влияния внутри слуги народа. Зеленский не первый украинский президент, декларирующий необходимость диалегархизации, но все предыдущие попытки закончились ничем, во многом из-за того, что каждый глава государства нуждается в ресурсах тех же олигархов, в частности, медийных, и в случае слишком резких действий рискует получить мощную коллективную ответку, а потому каждый раз с олигархами было выгоднее договариваться, чем воевать. Также источник, близкий к офису президента, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит публикацию сенсационной информации. Данные будут опубликованы уже в ближайшее время. Пользователи социальных сетей предполагают, что у Зеленского готовят почву для публикации новых санкций в отношении пророссийских агентов на территории Украины. В сообщении источника речь идет об отдельных политиках и журналистах, которые оказались в фокусе внимания аппарата СМБО. Они готовят информационную бомбу. Все инсайды, которые выходили по телеграм-каналам, не угадали. Отдельным политикам и журналистам советуем приготовиться, отмечено в сообщении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok